Известное выражение «зима пришла нежданно» в снежном Бресте в этом году не актуально. Минувшие выходные оказались в прямом смысле горячими для коммунальных служб города, но справились со всеми задачами на ура. За двое суток было выведено порядка 250 тонн снега, использовано 650 тонн песчано-соляных смесей. В итоге к понедельнику улицы, дороги и тротуары радовали чистотой и отсутствием снежных сугробов. Мы работали усердно с суббота, воскресенье, хотя в воскресенье и праздник, но людей пришлось выводить, наводить порядок возле церквей, на улицах, на тротуарах. Было задействовано 250 человек работников, это уборщики, грузчики и 70 единиц техники. По сравнению с прошлой зимой, которая продолжалась долгие 7 месяцев и сопровождалась сильными метелями и снегом, нынешние погодные условия позволяют работать более размеренно. Петр Панасюк, ловка орудой лопаты, не разделяет восторгов горожан по поводу позднего прихода зимы. Дворник уверен, она еще покажет себя. Убираем потихоньку, стараемся, справляемся. А сегодня с прошлого года? Потому что тут же снега было гораздо больше. Больше, да. В этом году поменьше, до половины зимы отдыхали, а сейчас, особенно в субботу, нам пришлось очень трудно. Сегодня уборка пешеходных и транспортных артерий города продолжается. Дворники дружно чистят снег лопатами, разбивая острием застывший лед. Тракторы и самосвалы разгребают снежные сугробы, тем самым расчищая дорожное полотно для свободного передвижения автомобилей. Наталью Робцевич погода радует. Из-за мороза снег легкий, что в прямом смысле на руку уборщикам территории. Когда он падает постепенно, то не так много, но когда сильно он идет, тогда труднее, конечно, убирать. Но помогают, поэтому справляемся. Помогают работникам коммунальника справляться со снежной стихией сотрудники зеленстрой, дорожно-эксплуатационных служб, а также госавтоинспекции. Большую помощь в уборке города от снежных заносов оказывают руководители предприятий, пуская в дело свою снегоуборочную технику. Благодаря слаженной работе всех структур, минувшие выходные, начало рабочей недели для пешеходов и водителей областного центра оказалось спокойным и комфортным для передвижения, а заодно позволило наслаждаться красотами запоздалой зимы.